Клево всем, друзья! Сегодня мы в Брыньке ловим тараночку. Оставайтесь с нами, я вам расскажу, как, на что, как лучше выбрать место ловли и на что и лучше ловить. Приехал в Брыньковку в 9 утра. Народу немерено, наверное, весь край здесь собрался. Нашел еле-еле куда встать. В принципе, в Брыньковке таранку ловлю в первый раз. Так что, для меня это новый опыт. В принципе, место ловли типичный канал. Хотя это река Бейсук, это типичный канал. Все каналы, где бы его ни были, в принципе, они одинаковые. У них есть русло, есть береговая зона. Рыба, допустим, весной карась всегда ловится, чаще всего ловится будет возле камыша. Вся другая рыба, особенно зимой, будет ловиться на самой глубокой точке. Нашел здесь самую глубокую точку. Нашел подъем. Отступил от подъема метр. Закормил прикормкой. Рыба стала сразу. Таранки много, но не было. Пытаюсь насадкой, размером насадки калибровать. Вот что-то получится. Работаю удилищем Дайва Тендер. Удилище 30 грамм. 37 длиной. Кивертип поставил 0,75. Все поклевки идеально видно. Намотан шнур 0,01. Половлю я. Поставил сейчас один опарыш. Поклевки вынесли. Рыба стоит. Вот, на рыбу много. Размером пытаюсь отсечь мелочи. Косадки. Ловил уже на кукурузу поймал, на червя поймал, на опарыши поймал. Красный чуть-чуть лучше работает, белый чуть-чуть больше. В три опарики и такая мелкая тараночка. Прикормку замешал. Зимний мотыль с ванильем. Сейчас такая красноватая прикормка. С легким запахом ваниль. Дистанция ловли примерно метров 15-16. Сейчас надел бутерброд. Красный опарыш с кусочком червя. Посмотрим. На одного опарыша поклевки сразу налитые. Изначально закормил тремя такими закормочными кормушками. Потом стал работать 20-граммовая глеточка небольшой. Такая некрупненькая, скушала кусок червяка с опарышей. Настоящая азовская таранта. Кукурузку раздавливаю и цепляю за самый-самый краешек. Попробую ловить 14-м крючком. Было очень много пустых поклевок. Использую монтаж петля гарнера. Кормушка 20-грамм сет, клетка. Поводок 0,12, крючок 12. Поводок длиной 60 сантиметров. Как я вяжу монтаж петля гарнера, можно посмотреть в подсказке. Рыба стоит в толще. Долбит на леду. Можно ловить на падение длинным поводком. По чуть-чуть в прикормку добавляю давленой кукурузы и опарыша живого. Иногда-иногда попадало по чуть-чуть в кормушечку. Тут на тучке создать дополнительный ажиотаж. Продолжение следует... Раздавливаю кукурузку специально, чтобы мягче была, рыба легче ее загладывала. Цепляю за самый-самый краешек, под кожу, чтобы пучок был полностью открыт. Точно так же и с изнанного кукуруза. Прикормку сделал слегка суховатую, чтобы лучше пылило толще. Рамка все-таки это плотва, которая любит взвесен. Реагирует на пыление отлично. На улице плюс 4, ветерок, руки подмерзают. Вот пример, почему я не люблю удилища. Использую. Короче, 3,3 метра. Вот эта палачка 3,3 метра. Была бы она... Мне бы уже было некомфортно работать, так как сижу далековато от воды. Если бы это была трешка или 2,7 метра, чтобы очень было некомфортно принимать рыбу и работать более длинными поводками, если понадобится необходимость. Если бы я сидел четко в урез воды, у меня было бы нормально, а тут уже будет неудобно. Купасть не дается. Работаем крупную, 2 опарыша и кукуруза. Ее чуть пореже, но вот вторая рыбка поприятнее. Знаешь ощущения? Да. Вот так вот. Почти разы... Насадка почти как на кармах. Значит, речная морская рыба. Привыгла креветок кушать. Парыша, иду кукуруза. Папа хочет кушать. Киятец. 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 Кайф наловить легким фидерком. Рудилище весит всего 147 грамм. Костушка солка. Трехтысячная весит 157 грамм. Никуда смотрит, да. Поэтому ловить одно удовольствие. Рыбка поклевывает, мелковатая, но поклевывает. Чуть-чуть увеличить размер рыбки. Увидел два варианта. Один вариант, это кукурузская, два опарика. И рыбка начинает подходить чуть-чуть покрупнее, но ожидание между поклевками в районе минуты. Второй более веселый. Это темп. Насадка опарыш. Перезаброс максимум 30 секунд. Четыре опарыша на крючок. И темп не более 30 секунд. И тогда начинает рыбка подходить покрупнее. Чуть темп замедляешь, опять начинает ловить мелочи. Получается, все как при ловле плотой. Темп. Рыбы больше, рыба крупнее. Мы идеально пищу. Бриллиант. Насчет 13. И еще 12. Где-то на одном форуме вычитал, что в Брынковке на фидер ловить не очень получится. Лучше всего или донки, или удочки. Ну вот, оказывается, отлично все получается. Мам, вот идешь до меня. Попелевка, мощь не было. Что? Оторвалась? Уйдем около 5. А как я только побежал? Лови, лови. Я беру. Уй! Попелевка. Болги, болги. На счет 7. Ты куда мне ее в лицо? Это вы отсчитываете, сколько это? Какой счет? Секунд? 7 секунд? Да, поглевка была. Офигеть. 8 секунд. 8 секунд. Ой, у меня кривой нет. Там малая часть того, что видно людей. Водоем длинный. Ну что, вот я отловился первый раз в Брыньковке. Рыба мелкая, но ее очень много. Кто-то говорил, что Брыньковка плохо подходит для фидера. Как раз наоборот. Идеальное место для обучения и тренировки ловли на фидеру. Просто все по учебнику. Берешь учебник, открываешь, приезжаешь в Брыньковку. Рыбы валом найти место. Точку ловли легко. Кидать недалеко. Все идеально. Вот так вот подловил. Конечно, мелковато. Ну. Рыба есть. Приезжайте, ловите, кайфуйте. До новых встреч, друзья.